В Unreal Engine 5.4 появилась такая замечательная вещь, как рендерограф. Вот пример моего рендерографа, который мы сейчас будем разбирать. Это пришло на замену стандартным настройкам рендера. Play Render Video через Movie Render Queue. Что это позволяет делать? Ну, допустим, мы можем так вот запустить рендер, и у нас будет, допустим, здесь 3 ссора. На одном мы видим, что у нас здесь какой-то холдаут. Здесь сейчас объект, а здесь просто задник. Это нужно для тех, кто делает всякие анимации, ролики, и, ну, наверное, все. Только для тех, кто рендерит. Так, как эта штука работает? Значит, поначалу у нас здесь вот такой вот пресет, мы знаем, от Safe Config. Это он все же визитный, и он раз. Нажимаем XPS Graph Experimental, и у нас появляется такой вот граф, дефолтный. Что в нем есть? Вот, нот не так много, кстати. Кажется, что их тут много, но на самом деле у нас тут Type, там, BMP, EXR и так далее. Рендерик, эти бурныны. Ну, все, что есть в пресетах, почти все есть здесь. Но мы видим, что вот в пол-тайпах нету, допустим, Apple Пуэреза. Это уже нехорошо, но тем не менее. Итак, что у нас тут есть? Очень интересная вот вещь, на которую стоит обратить внимание, вот эта вкладочка «Дефит рендеринг». Если что, то вот так вот можно добавить паст-трейсер и экспериментировать уже с ним. Так вот, значит, в «Дефит рендеринг» есть такие чудесные вещи, как «View Mode». Можно сразу его порендерить и с литом, и с ангитом. И «Reflection» и все, что хочешь. «Visibility», «PWF Collision» – очень удобная вещь и очень доставляет. Также можно рендерить и выбирать, что рендерить. Можно выбирать части постпроцессинга, типы света, компоненты света, всякие «Watting Fitches». И, значит, перейдем, допустим, в «My Render Graph», который я сделал. Быстренько расскажу, что у нас здесь есть такого интересного. Значит, ну, во-первых, когда мы ходим по всяким параметрам, можно так вот нажать парой кнопочкой. И вот мы видим, допустим, вот тут «Resolution» можно поставить галочку. Она появляется вот так. Здесь нажимаем «Promote» в «Revue» и можно вынести как перемены. Перемены работают так же, как и всегда. Мы задаем, допустим, здесь 1920-1920, и мы будем рендерить такой переменной. Можно выйти потом вот сюда. И когда мы переключимся на наш «Render Graph», то вот наши переменные появляются здесь. Можно у меня ставить переменные на «Sampling Method», «Sampling Count», «Alput Resolution» этот наш, допустим. 120 на 1920 и так далее и тому подобное. Я пока немножко смущаюсь, что здесь мы задали «Revue» разрешение 1920 на 1920, но когда мы тискаем в настройках, оно сюда по умолчанию будет дефолтное. Похоже, они это еще не допилили. Значит, что у нас еще здесь интересного. Идем в «Переменную» мы разобрались. Есть такая штука, как «Branch», допустим. Она регулируется булиновой переменной, и этот «Branch» позволяет очень динамически включать те слои, которые нам не нужны. Точно так же вот в этих настройках видим, что вот он «Render L1 Branch», если мы поставим галочку, то будет «Рендриться». Если галочку уберем, то вот этот наш слой не будет «Рендриться». Мы теперь перейдем к самым интересным, к этим «Слоям». Значит, можно вот это вот делать, как я уже говорил, выбрать типы переменных. BMP, EXR, PNG, JPG и т.д. и т.п. И теперь идем в «Коллекции». Что такое «Коллекция»? Это подборки всяких ассетов с уровня, которые будут по итогу рендериться в каком-то своем потоке. Значит, здесь есть разные типы групп. Посмотрим просто так в «Dream Collection». И что здесь можно добавить? «Condition Group». Можно выбрать «Hector». «Hector». «By Tag Name». «Hector». По имени, по типу, по компоненту, по фолдеру. Значит, я обращаю внимание сразу, что спауненные объекты, которые спаунены во время воспроизведения уровня, они должны идти с тегом. «Hector Tag Name». То есть, мы сначала тег добавляем в «Hector». Добавляется вот здесь. Вот. «Hector Tag 1, 2, 3», допустим. И вот то, что мы потом выберем здесь. «Collection Tags». То они будут у нас… Ой. Не помню. Не помню. «Lightning». И «Lightning». То есть, это и вот это. И это будет наша первая коллекция. Обращаю внимание, что мы пока просто создаем коллекцию. Вторая коллекция у меня «Hector». То есть, я просто нажал «Hector», которую я хочу сюда добавить, и выберу при списке. Тоже достаточно удобно. Называем обязательно коллекцию как-то по-своему. То есть, каждая коллекция должна называться по-другому. Если мы создадим коллекцию с тем же именем по-своему, то она забьет с собой предыдущую. Значит, здесь у нас кубик наш со сцены. И здесь у нас коллекция с названием «Сфера». Вот мы видим, мы поставили «Сфер» и звездочку. Тискаем на это, и у нас вот видите здесь сфера опять же. Итак, вот мы создали нашу линеечку «Коллекция». И вот у нас есть четыре коллекции. Значит, «Pod BG» – «Background», «Коллекция со кубиком» и «Коллекция со сферой». Вот. И теперь вот очень интересный момент, что в эпике в первых своих видео они это не указывали. Походу и сами не до конца знали, как это будет выглядеть. И в итоге версии мой интерграф они сделали не так, как они показывали в первых татурах. Вот. Здесь должны быть модифайеры. Без модифайеров ничего не будет работать. И смотрим, что у нас здесь есть. Берем модифайер. Ну, так и называется модифайер. Вот. Как-то его называем опять же. Лучше называть так же, как и коллекцию, чтобы не перепутать. И что мы делаем? Здесь вот мы добавляем коллекции, которые мы хотим что-то делать. И ставим «Hidden» на пьюг и сферу. То есть у нас остается одна коллекция BG. И на все коллекции, кроме этой, мы ставим «Hidden», то мы их здесь прячем. Следующая коллекция у нас «Cube». На коллекцию «Cube» мы ставим «Coldout». Это на месте этой коллекции у нас будет «Alpha». Как у нас здесь это в принципе рендер. Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь получилось. Это наш «Cube». Вот. Вот наша «Alpha» на месте этого «Cube». Вот наша BG. То, что мы видим. Все, что задник. И последняя у нас сфера. Сферы, как мы видим, у нас здесь нету. А почему ее нету? Потому что вот у нас «Modify», у нас добавлена коллекция сферы и она спрятана. Но она… Вот так вот поставить и тогда она будет отбрасывать тень. Как мы видим, здесь она тень не отбрасывает, тени нету. Тени от кубика, если что. Вот. Но… А, потому что это «Cube». Извините. Вот сфера. Извините, они не от сферы. Но вот если мы поставим сюда вот гавочку «Live Hidden», то сфера будет отбрасывать тень. Уже хорошо. Дальше мы создаем 3 render layer. Называем опять же «BG Cube» и «Sphere», чтобы не путаться. И… Заводим это все в output. Каждый… Каждый поток усвоил output. Output назначается, что здесь. Тискаем куда-то вот в поле. И вот у нас есть input и output. Вот. Goals у нас идет в Goals. Мы их не трогаем. Ну и Default Layer идет сюда. Вот. Этого все достаточно, чтобы у нас это не о чем ориентироваться. Ну и теперь банально мы запускаем наш «Modify». Ставим, допустим, гавочку здесь. Резолюшн мы поставили. Ну и все. И render. И что мы видим? Мы видим наши 3 окошечка с «BG», с халдаутом и без сфер. Вот так эта штука работает. Пока это все в альфе. То есть она еще будет очень нестерильная, но будет допиливаться. Поэтому пользоваться уже можно. Вот мы работаем.